Следующий вопрос. Машру'ияту л-вахф. Узаконенность л-вахфа. Говорит, хадисы главы указывают на то, что понятие л-вахф узаконено в шариате. Особенно первый хадис, то есть под номером 917, который указывает на то, что л-вахф является одним из самых лучших видов приближения ко Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что его полезные свойства, его награда не заканчиваются даже с твоей смертью, а считаются за продолжающуюся садата. Говорит, поэтому подавляющее большинство ученых считает понятие л-вахфа узаконенным. Более того, от сподвижников неизвестно, чтобы кто-то им противоречил. То есть среди сподвижников неизвестно, чтобы кто-то противоречил в этом вопросе и считал л-вахф неузаконенным. Говорит, мы не знаем. Среди первых поколений того, кто бы противоречил в этом вопросе. В вопросах Иджары того, что остается в качестве л-вахф и тому подобное. Говорит, что говорит Шахман Анатин Хизар, И разногласие в этом вопросе передается только от Шурейха. Говорит, что говорит Шахман Анатин Хизар. Говорит, что говорит Шахман Анатин Хизар. Значит, с чем мы выходим из этого вопроса? Выходим с тем, что л-вахф, понятие л-вахфа является узаконенным в шариате упадавляющего большинства ученых, а у сподвижников вообще не было известно разногласия в этом вопросе.